Приветствую, уважаемые! Сегодня я хотел бы поговорить о такой наболевшей теме, как черные полосы по вертикали вашего изображения. Эндрю Браун, путь режиссера, поехали! В 2019 году это уже не тренд, это уже не модно, и пора отказываться от этих черных полос. Они нужны лишь в определенных случаях, и это конкретно точно не те, когда вы снимаете в 16 на 9, все это в 16 на 9 запаковываете и выпускаете. Если вы снимали в 16 на 9, оставьте все так. Если вы ставили композицию в 16 на 9, не нужно делать вот такие вещи, не нужно все это как-то так вот непонятно, как накладывать, чтобы это выглядело, как будто вы снимали кино. Просто не врите себе и людям. И поэтому, когда я открываю проигрыватель YouTube, допустим, и я листаю эти видео, захожу там в музыкальный клип какой-то, я смотрю красивый кадр, пальмы там, машины, да, что-то вот движется. И вот это вот половинчатые вот эти полосы сверху, они мне просто мешают, они просто ущемляют вот это, всю эту красоту. Почему бы не снять это в 16 на 9 и максимально показать красоту этих пальм, максимально раскрыть эту картину, чтобы человек просто вот, он углубился в этот весь пейзаж. Зачем вот эти вот, зачем эти рамки создавать? Я не понимаю. Если вы тоже не понимаете, поэтому... Какие есть пути решения этой ситуации? Первое, это снимать на аноморфную оптику изначально, для того, чтобы уже потом особо не думать о соотношении, у вас оно и так будет уже понятным. Второй момент, если вы 16 на 9 снимаете, то ваша задача использовать дополнительные инструменты, которые будут вам помогать выставлять композицию в соотношении сторон 2.35 к 1, чтобы потом, когда вы будете обрезать ваш футаж, не было такого, что у вас полголовы там обрезалось и вам нужно очень много перемещать композицию, как-то вот играться с этим долго, изначально лучше снимать с задуманной уже 2.35 к 1. Далее, мы переходим, скажем, в Adobe Premiere и меняем настройки композиции. Просто меняем соотношение сторон с помощью разрешения. Если вы снимаете в 4К, в Full HD, в 2К, неважно. Вот пример моих работ. Я их выводил на YouTube в соотношении сторон 2.35 к 1. Мне неинтересны эти черные полосы и я надеюсь, вам тоже. Поэтому вот, 4К в 2.35 к 1, все хорошо, YouTube все понял. И я желаю, чтобы вы тоже абсолютно точно избавились от этих черных полос. Они неуместны в большинстве случаев, но иногда это тоже позволительно. Но не об этом сегодня речь. Поэтому, если я вам помог, если вы чему-то научились новому, ставьте вот такие штуки. Подписывайтесь на канал. С вами был Эндрю Браун, канал Путь Режиссера. До новых встреч.